здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодня я буду рассказывать вам про семена про компанию которая занимается селекционированием очень долгие годы и выпускает замечательные просто семена и вы все их знаете можете ругать меня сколько угодно у меня будет целая серия таких программ и я надеюсь вам понравится сегодня речь пойдет о компании гавриш и все прекрасно помнят такие названия как благовест верлиока до чау-чау-сан это то та классика которой мы привыкли и поверьте мне что вот среди того что вы увидите вот здесь на деле здесь только семена гавриш и это из моих волшебных коробок эта компания основана в 1993 году гавриш сергей федоровичем человек который занимается сельскохозяйственными науками он закончил кубанский сельскохозяйственный институт он профессор доктор сельскохозяйственных наук сферы деятельности этой компании она очень и очень расширила границы если раньше это было только в пределах россии то сейчас это все выглядит совсем не так все не только бывшие наши республики снг пользуются семенами этой компании но еще и наша замечательная заграница восточные страны хочу сказать что эта компания занимает особое место среди производителей семян а почему особая да потому что их опытные филиалы находятся не только но не только в московской области да и в тульской области там действительно очень хорошие центры а центра всего пять и есть они в краснодарском крае и представьте себе в иорданском королевстве в этой компании работает более 300 человек представляете себе да 30 человек только ученых ученых с хорошими именами с известными именами и они занимаются селекцией селекция ее сразу видно вот гавришь сразу видно вот если вы возьмете любые огурчики они будут просто красавцы если это помидоры то они обязательно будут сладкими они лишены например такие томаты как евпатор лишены совершенно болезни клада спариоц это бурая пятнистость которая нас просто замучила вот какой бы ты ни взял овощ вот здесь их очень много вы обязательно сразу представляете себе что вы это уже сеяли кто не сеял баклажаны багира все сеяли а кто интересно не сеял картошку например салют да сеяли мы колобок сказка значит а цветы а это бругмансия великолепная агадеция это тоже гавришь я хочу сказать что огурцов здесь такое множество причем такого качества углич устюк это просто замечательные муму герасим щедрик лилипуд ну вы все это у вас на слуху и я надеюсь что а эти семена вас всегда радовали и надеюсь будут радовать и далее ну а теперь хочу рассказать про три замечательных томата представьте себе сейчас хочу рассказать про три томата это большая мамочка это для открытого грунта не очень высокий детерминатный томат это евпатор всем вам знакомый и он практически нравится всем я еще не слышала о нем отзывов которые бы до звучали что да ну там какой то нет он замечательный он просто суперский тем более что болезнь клада спариоз бурая пятнистость ему не грозит ну и конечно чего чего сан и этот атомат нам всем знаком и очень любим потому что розовые помидоры вот в таком качестве это большая редкость значит смотрите вот томат чего чего сан он среднеспелый он индетерминатный но рекомендован он и для открытого грунта это коловая культура куда понадобится большой колму метра ну полтора то точно длиной и тогда ваш помидор а почему полтора а потому что еще и толстый должен быть этот кол потому что помидор на нем будет просто великое множество его кисти необыкновенные они так странно делятся и нарастает вот целая знаете вот если вы как кразовская лопата вот такая плодовая кисть и на ней более 50 помидорок значит высочайшего качества значит они сливовидные формы массой 40 50 грамм обладают отличным десертом вкусом и они сладкие рекомендуется для приготовления салатово-целеноплодного консервирования но это вы все знаете сорт устойчив к вирусу табачной мозаики это когда все пестренькое в теплице знаете да и огурцы и помидоры болеют этой болезнью а вот чего чего сам устойчив к этому заболеванию значит ну естественно урожайность одного куста будет зависеть от вас она минимальная может быть четыре килограмма то есть больше пол ведра но если вы посеете пораньше этот томат как мы это делаем в середине февраля тогда вы получите и все восемь килограмм ваше дело постараться правильно кормить и правильно поливать значит что еще можно сказать ну формировка всегда идет в один стебель потому что с такими плодовыми кистями невозможно запустить в два ствола и это не требуется одного ствола будет достаточно ну и плоды выбирают собирают выборочно потому что они созревают не на одновременно вся эта кисть плодовая а начиная все потихоньку снизу но это и хорошо потому что все созрело сразу мы не знали куда бежать от этих помидор значит второй томат который хочу про который хочу рассказать это их потор это для защищенного грунта томат разумеется но может россии и в пленочных теплицах ничего страшного в этом нет но него плоды крупнее 130 150 грамм 100 грамм это вот такое яблоко вот такие томаты это уже евпатор 150 грамм это вот столько значит растение хорошо завязывают плоды при ранних сроках посадки то есть холода он практически не боится урожайность одного растения минимальная четыре с половиной максимальная не ограничено сами понимаете что все зависит от вас и от сроков посева ваша задача все правильно сделать причем вот эти все томаты про которые я рассказываю да и вообще у фирмы гавриш у него очень много сортов и томатов и огурцов которые предназначены для зимних теплиц стоит для зимнего периода выращивания и все это у этих томатов хорошо получается значит гибрид устойчив еще раз повторюсь к табачной мозаике возбудителем клада спариоза бурой пятнистости фузариоза а это вообще беда на наших огородах это когда все засохло все листья а томатики вроде бы как сохранились но это хорошо но вот евпатор не болеет этими болезнями болезнями слава богу и выдает всегда очень хорошую продукцию высадку рассада начинает производить в мае но у нас в мае может холодновато в сибирском крае ну а в остальных регионах да почему нет можно и в мае даже чуть раньше схемы посадки вы все знаете 40 на 60 то есть не густо не не это не тесно не просторно вот так 40 на 60 между рядами 60 между растениями 40 вполне достаточно чтобы вместить растения значит что еще можно сказать про томат а смотрите а теперь томат большая мамочка большая мамочка это детерминатные как я уже сказала низкорослый низкорослый это значит что он сантиметров 50 60 не более и в этом в этой высоте томаты как правило не посынкуются как правило то есть растет он все спокойно и пусть растет ваша задача кормить поить правильно и вовремя собирать плоды плоды очень даже крупные 220 340 грамм это вот такая мамочка значит очень красивые они сердцевидные формы немножко напоминают бычье сердце мякоть с насыщенным сладким вкусом и высоким содержанием полезных веществ и ликопина ликопин участвует в обмене веществ нашего организма сами знаете как без него мы жить не можем значит посев на рассаду ну предполагается что и конец марта и начала апреля может быть и фазе одного настоящего листа первого можно пикировать помидоры схема посадки еще плотнее 40 на 50 после высадки растений естественно подвязывают потому что такие крупные помидоры сами по себе висеть не могут значит всхожесть этого томата сохраняется 10 лет что очень даже удивительно дорогие мои ютюбовцы и мои подписчики все из канала афонтова и не с этого только канала я хочу сказать вам вот что если человек называет свое имя отчество свой домашний адрес телефон если он ставит штрих-код по которым можно определить его легко и просто найти полностью информацию чтобы например пожаловаться да что вот что-то вам не понравилось там в действии этого человека вы же так поступаете правда значит вы честный человек порядочный так вот у компании говоришь на обратной стороне пачки полная информация о том кто они такие это достаточная редкость вот именно столько информации посмотрите штрих-код по нему вы можете очень легко определить что это за компания такая вы только наберете вот в нижней части вот то что здесь написано и номер и все сразу узнаете а посмотрите здесь полностью адрес полностью со всеми телефонами то есть вы всегда можете перезвонить туда и ну разрешить какую-то проблему если она у вас возникла а внизу здесь полная информация когда того когда семена собраны очищены откалиброванные расфасованные упакованы все стоит по времени год и число даже поэтому покупаю такие семена никогда не надо ничего бояться вы обязательно обязательно приобретя такие семена даже на следующий год вы будете очень довольны мне эта компания очень нравится и вот все что лежит вот здесь вот да это из моих волшебных коробок у меня их три вы их все видели они полностью забиты семенами но когда я начала готовиться к программе я поняла что у меня этой компании больше чем достаточно и многие годы я с удовольствием с превеликим удовольствием покупаю семена именно гавриш и нисколько об этом и ни разу об этом не пожалела ну а вам всего доброго и и и и и